Дагестан 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 И к другим темам. В Дагестане будут развивать халяльный туризм. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». В особенности это коснется гостиничного сегмента, где планируется размещать гостей региона только в отелях, где не будет алкогольных напитков. Еда будет соответствовать стандарту халяль, а также будет предусмотрена раздельная инфраструктура для мужчин и женщин. Сады вместо свалок. В Каспийске приступили к работам по восстановлению земель, где ранее находился несанкционированный мусорный полигон. Свалка площадью более 30 гектар не один десяток лет портила не только внешний вид муниципалитета, но и наносила урон природе. Работы по рекультивации будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая страна». Реализация данного проекта значительно улучшит качество жизни более 130 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости. Работы планируется завершить до конца текущего года. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд «Инсан» продолжают рубрику о тяжелобольных детях. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно будет перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду на ваших экранах или через мобильное приложение фонда. На прошлой неделе мы помогли 14-летнему Кариму, собрав за пару дней более 200 тысяч рублей на курс лечения в специализированной клинике. Сегодня в нашей с вами помощи нуждается 8-летняя Фатима. Подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Терпеть и бороться маленькая Фатима научилась еще в раннем детстве. Девочки при рождении были диагностированы синдром Дауна и порог сердца. Восьмилетняя героиня нашего сюжета уже перенесла три серьезные операции. Каждый день Фатима и ее родители – это борьба за новые движения, звуки и зрения. То, что проблема у нее нет речи, это очень напрягает, потому что когда на детских площадках или дети, когда вокруг, они тянутся к ней, хотят пообщаться. Но когда видят, что у нее проблемы с речью, она не может объясняться, уже, конечно, вот это очень расстраивает. Они уже как бы отходят и сама тоже она как бы думает, почему. И хочется, конечно, чтобы у нее была речь, потому что именно она как бы способствует социализации, и чтобы она была в обществе. Фатима делает определенные успехи и сегодня. Она выучила буквы, учится читать по слогам. В этом году девочка пошла в первый класс, и занятия проходят с квалифицированным педагогом. Грамотная терапия, уверены родители, может увеличить результат в десятки раз. При том, что девочка сама любознательна и усидчива. Часами может сидеть там, ну, свои игры какие-то у нее, со своими игрушками. Она их там раскладывает, складывает карточки, книжки. Она очень-очень любит книжки там рассматривать, может часами сидеть и рассматривать. И поэтому я понимаю, что ей необходимо вот, ну, развитие, что есть результаты. И как-то не хочется, чтобы из-за нашей, не имеющей возможности, как бы финансовой, чтобы она из-за этого не развивалась. Реабилитационный курс Фатима должна проходить каждые два месяца. На одно лечение уходит не менее 150 тысяч рублей. Вот и на этот раз необходимо собрать 161 тысячи 200 рублей. Все, что в наших силах, конечно, делаем, ну, не всегда получается вот вовремя это сделать. И потом, конечно, видно, что упущено какое-то время. Благодарны, что есть фонды, в которые мы можем обратиться и пройти реабилитацию. Что мы как бы не остаемся со своими проблемами наедине. Что есть люди, которым неравнодушно чужие проблемы. Сегодня Фатиме нелегко. Впереди долгая дорога по реабилитации. И все это требует преодоления боли, терпения и немалых денег. Но благодаря нашей с вами поддержке девочка может почувствовать себя значительно лучше. Пожертвуйте любую посильную сумму по реквизитам, указанным на вашем экране. Начало священного месяца Рамадан – еще один приятный повод сделать доброе тело. Фатимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Лучший акушер-гинеколог России 2017 года побывала в Дагестане с благотворительной миссией. Марина Сонова приняла около 50 пациентов в 3-й клинической больнице города Махачкалы. Кроме того, московский специалист провела несколько бесплатных хирургических операций. Запись к высококвалифицированному врачу шла за месяц до приезда в регион. Нужно отметить, что подобные акции с приглашением известных московских специалистов по различным направлениям в данном лечебном учреждении проходят на регулярной основе. Мы третий день находимся в Махачкале. Врачи отделения акушерства и гинекологии Ильинской больницы. Мы приехали из Москвы по приглашению коллег. Сегодня везде развивается мини-инвазивная высокотехнологичная помощь. И, конечно, в этой больнице мы очень рады видеть наших коллег, прекрасных людей в прекрасном городе, в прекрасной больнице, оснащенной по всем современным требованиям, которые способны для оказания той высокотехнологичной помощи, о которой мы все сегодня говорим. Большая часть женщин обращается с кровотечениями, с постгеморрагической аномии, с болезненными ситуациями. Оказывается, с этим женщины мирятся, спокойно находятся, считают это обычной нормой. Сегодня месяц март во всем мире посвящен месяцам информированности, повышению осведомленности по вопросам эндометриоза. И пользуюсь этим случаем, поскольку сейчас месяц март, хотела напомнить, что, например, если взять тот же эндометриоз, это распространенное заболевание, которым болеет почти 10% всех женщин продуктивного возраста, проявляется именно этими кровотечениями, болезненными ситуациями. И первый его симптом, что если есть болезненность, и любые кровяные выделения, как вне и во время цикла, является поводом для обращения к врачу. Три дня с удовольствием провели время с нашими коллегами из Москвы, которые приехали по нашему приглашению, и с ними вместе провели ряд сложных операций, также провели консультативную помощь нашим пациенткам. Теперь к новостям спорта. Выходцы из Чародинского района сыграли на волейбольном чемпионате в честь кавалера Ордена Мужества, участника СВО Марата Халикова. Игры проходили в Махачкале, в спор за награды и денежные призы вступали 19 команд. По итогам предварительной части успешней других себя проявили команды «Багинуб» имени Шуайба Афандии и Гачада. Финал проходил с особым спортивным накалом. Здесь в упорной встрече победу праздновали первые. Также ярким выдался и матч за третье место, где в самом конце волейболисты из Гилиба одолели земляков из Мукрака. Лучшим игроком турнира признали Магомеда Ярбилова. Турнир был призван сплотить молодежь и укрепить дружеские отношения между выходцами из разных сел. В Минспорте чествовали дагестанских борцов греко-римского стиля, выигравших награды чемпионата и первенства России. Министр спорта Сажид Сажидов поздравил команду. Медалистам соревнований и их наставникам вручили денежные сертификаты, учрежденные Фондом развития греко-римской борьбы и спонсорами. Самый лучший результат в этом сезоне показывают юноши. Неделю назад на первенстве страны в Самаре классики завоевали две золотые и по одной серебряной и бронзовой медали. Также спортсмены отличились и на молодежном первенстве. В активе команды два первых и одно третье место. Без золота наша дружина осталась только на чемпионате России в феврале в Уфе. У воспитанников спортшколы Дагестана была серебряная и бронзовая медаль. Конечно, нельзя останавливаться на достигнутом. Никогда нельзя. Всегда должна быть планка выше, которую вы должны перепрыгнуть, которую вы должны дойти. Даже если вы первен, вы всегда должны знать, на вас равняются, на вас смотрят. Это большая ответственность. Большая ответственность ваша каждого. И самое главное, наверное, это коллектив, команда, которую вы друг другу поддерживаете, которые друг другу помогаете. Вот в таком дружном коллективе всегда и бывают победы и результаты. На этом у меня все. С вами была Ларьяна Шемхалаева. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова